Всем привет! Неделю назад начался чемпионат Европы по футболу среди команд до 21 года, молодежки. Прошел групповой турнир. Хотелось бы сделать кратенький обзор группового турнира. В группе А. Группа смерти, в которой играли сборная Грузии. Одни из хозяев турнира, наряду с Румынией, также играли в этой группе А. Это Нидерланды, Бельгия и, кто там еще, Португалия. В первом туре сборная Грузии обграла Португалию 2-0. Во втором туре, проигрывая 2-0, Бельгии отыгрались, сыграли 2-2. И в третьем туре с Нидерландами сыграли 1-1, набрали 5 очков и заняли первое место в группе. Молодцы! В составе сборной Грузии очень хорошо отыграл Георгий Цитоишвили, игрок киевского Динамо. Сейчас, по-моему, где-то в аренде играет. Кстати, что и интересно, в 2019 году Георгий Цитоишвили в составе сборной Украины стал чемпионом мира. Среди, не помню, если точно, команд до 19 лет или до 20 лет, как эти молодежки делятся, не помню. И даже, кстати, в финале гол забил. Вот такие вот интересные футбольные метаморфозы. Игрок чемпион мира, кстати, кто не в курсе, Украина чемпион мира по футболу. Ну, среди молодежек, но тем не менее. И вот такие вот футбольные пертурбации. Есть такое слово? Пертурбации? Мы сами не пертурбируем, но... Ну, иногда можем. Иногда можем, да. В общем, игрок чемпион мира в составе сборной Украины сейчас играет за сборной Грузии. Кстати, мне стало любоплитно, что если вдруг Грузия выйдет в финал... Кстати, было бы прикольно, если бы я посмотрел по сетке, они с Украиной могут листся только в финале. Кстати, было бы классно, если бы знали этого молодежного Йембра, сыграли бы сборной Украины и Грузии. Ты торопишься, ты еще не рассказал. Да, так вот. А почему интересно? Потому что было бы, ну, не знаю, там, как это назвать, что игрок чемпион мира в составе одной страны, в данном случае Украины, в финале другого турнира играет против этой страны. Ну, это вообще-то... Как тебе такое, Илон Маск? Мог бы сказать Георгий Цитаешвили. Вот. Ну, в общем, короче, Грузия заняла первое место в группе. Молодцы, браво. Кстати, в этом году еще в составе Наполи отжигал еще один грузин, Хвича Кварасхелия. Помог Наполи стать чемпионом Италии впервые за последние 33 года, если я не ошибаюсь. Помогу, что с Абрион Марадоном. Кстати, у него кличка даже, ну, кличка, прозвище, Кварадона. У Хвича Кварасхелии. И, кстати, стал лучшим игроком Сириар в этом году. Молодец. Поздравляем. В общем, короче, грузинский футбол на подъеме, как говорится. Вот. Это мы разобрались с группой А. В группе Б, где играет сборная Украины, а также сборная Испании, Хорватии и Румынии. Румыны – это, кстати, вторые хозяева турнира, как и грузины. Ну, там турнир проходит в Румынии и в Грузии. В общем, сборная Украины в первом матче обграла хорватов 2-0. Причем хорваты были небольшими фаворитами. Украина – аутсайдерами. Тем не менее, победили 2-0. Во втором матче Румына обыграли 1-0. В третьем матче с испанцами сыграли 2-2. Причем выигрывали там до последних минут 2-1. Пропустили Львову. Сыграли 2-2 и заняли второе место только по разнице мячей. Что обидно. В общем, Украина вторая, Испания первая. Хорватия и Румыния там. Третья и четвертая. Кто из них на каком месте, я не помню. Вот. Группа С. Сборная Англии. Надежала 3 победы. Заняла первое место. Неожиданно для всех. Ну, может не для всех, для меня. Сборная Израиля заняла второе место. В этой группе набрав 4 очка. Сборная Чехии – третье место. Потом у нас иными очками. Сборная Германии, что интересно, с одним очком заняла четвертое место. Группа Д. Франция, Италия, Швейцария и Норвегия. Сборная Франции надежала 3 победы на групповом этапе. Ну, и, соответственно, с девятью очками заняли первое место. А вот, последний тур завершился очень интересно. Команды Италии, Норвегии и Швейцарии набрали по 3 очка. Причем, каждая из них обырвала каждую, ну, между собой. Ну, и, как я там на рекламе точно не знаю, но я понимаю, что сборная Швейцарии просто по разнице мячей, ну, трех команд, три очка у каждой, и сборная Швейцарии просто по разнице мячей заняла второе место. Вот. Состав четвертьфинальных пар такой. Сборная Португалия сыграет с Англией. Хотя это, по-моему, самый интересный четвертьфинал. Ну, кроме как мы заинтересованные лица, нам не интересна сборная Украины, ну, и Грузия тоже. Ну, вот так вот по именам. Это самая такая, ну, ровная четвертьфинальная пара. Кстати, в среде, там, ну, на крупных турнирах почему-то англичане все время терпят. Португальцев им, ну, реально не везет. Ну, все время, ну, почти все время. Насколько я помню, проигрывают, не знаю, там, в уровне молодежек, посмотрим. Вот. Сборная Грузии, кстати, играется сборная Израиля. И... Паша, привет, если ты нас смотришь... Манешма? Манешма. Ну, вот. Ну, по-моему, этот соперник им, как минимум, по силам, с учетом предыдущих проведенных игр, я думаю, Грузии вполне по силам выйти в полуфинал, как минимум. Молодцы грузины. Ждите дальше. Сборная Испании сыграет со Швейцарией. Ну и... Основной четвертьфинал, который нас интересует, сборная Украины, сыграет со сборной Франции. И вот тут, кстати, офигеть, как может олупнуться упущенная победа над Испанией в другом турнире. Потому что Франция, как по мне, ну, наряду с... Ну, я, если честно, их матчи не смотрел, но по результатам, ну, три победы в трех матчах, наряду с Англией, это вроде как пока фавориты турнира. И, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, сборная Франции в отборе к этому евро молодежному, ну, сборная Украины молодежно играла. И, по-моему, если я не путаю, что в домашнем матче сборная Украины сыграла искрометный там мегафутбол там 3-3, вот, а во Франции пролетели 5-0. В общем, сборная Украины выиграет с сборной Франции. Мы, конечно, будем болеть очень, но будет очень тяжко. Кстати, еще очень неупытный момент, выйдет ли в этом матче Мудрик. Михаил Мудрик, по-моему, самый дорогой вообще футболист этого турнира. Вот, он пока ни в одном матче еще не сыграл, потому что он что-то усталость, не усталость, я не знаю, там какие-то у них эти внутри сборные там эти фишки, но он пока ни одного матча не сыграл. Но он, кстати, вполне возможно выйдет против сборной Франции. Я хотел бы и посмотреть. Я думаю, он может качественно усилить сборную Украину. И, кстати, что еще обидно, против сборной Франции не сыграет Ванн. Игрокс Динамо. Он в матче с Румынией получил какую-то красную карточку и получил дисквалификацию на два матча. Потом с Испанией не сыграл и теперь не сыграет в сборной Франции. Я надеюсь, что сборная Украины придет в Францию, и он выйдет там с кем-то там нибудь раз в полуфинале. Выйдет. Ну, для этого надо хотя бы Францию сначала пройти. Ну, будем болеть. Будем смотреть. Мы обязательно выпустим ролик про четверть финала. Ну, хотелось бы. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Комментируйте. Да. Кстати, на этой неделе у нас Виталик специалист по теннису начинается Уимбулдон. Возможно, мы тоже выпустим ролики про... Джокот 24 может быть. Кстати, да, основной фаворит Джокович, который и так рекордсмен по выигранным турнирам Большого Шлема. Кстати, недавно у нас есть... Мы выпустили шот, там, где Италий рассказал про это. Что, да? Я же не ошибаюсь. Я не специалист в этом... 23 у меня в теннисе. По-моему, Джокович рекордсмен по выигранным турнирам Большого Шлема. Вот, и на Уимбулдоне я не спец, но это, думаю, он главный фаворит. Ну, будем посмотреть. Отписывался. Смотрите наши ролики. Всем привет. Анекдот. Бонус на футбольную тему. В общем, играет московский «Спартак» с мадридским «Реалом». Ну, и комментатор, который там по телевидению комментирует матч, рассказывает, что «Мадридский «Реал» обыгрывает московский «Спартак» со счетом 5-0. Но болельщики московского «Спартака» не отчаиваются. Ведь идет только десятая минута матча. Хрюшки, привет! Привет! Привет!